Девушки отдыхают с реальной опасностью, но как оказывается, иногда ужасы не заканчиваются после окончания фильма. У нас 7 пугающих фактов о самых страшных фильмах ужасов. Джипперс Крипперс Фильм Джипперс Крипперс, вышедший в 2001 году, был фильмом ужасов о древнем монстре, который охотился за частями тел людей. В нем не было ничего особенного или новаторского, не считая того, что настоящий монстр из Джипперс Крипперс на самом деле находится позади камеры. За 13 лет до выхода фильма сценарист-режиссер Виктор Сальва работал над фильмом ужасов под названием «Дом клоунов». В это время он начал домогаться 12-летнего актера Натана Фореста Уинтерса. Сальва снял самого себя в процессе занятия оральными утехами с мальчиком. За это преступление он был приговорен к 3 годам лишения свободы. Через 15 месяцев в тюрьме Виктора освободили досрочно. Молчание ягнят Молчание ягнят стало настоящим культовым фильмом, после которого последовало множество продолжений и пародий. Звездой фильма стал валийский актер Энтони Хопкинс, который сыграл заключенного в тюрьму людоеда Ганнибала Лектора. Хопкинс настолько реалистично отыграл своего персонажа, что ему вручили Оскар за лучшую мужскую роль, несмотря на всего лишь 16-минутного экранного времени. На самом деле Хопкинс настолько достоверно сыграл Ганнибала Лектора, что напугал даже свою девушку Марту Стюарт, которая призналась, что она любила его, но ей стало страшно. Сияние Классический фильм ужасов «Сияние» стал известен своим постепенно нарастающим напряжением. Во многом этому поспособствовал режиссер Стэнли Кубрик, который фактически доводил актеров до грани отчаяния, снимая несколько дублей в каждой сцене. Его гнев был особенно сосредоточен на актрисе Шелли Дюваль, которая впоследствии утверждала, что ее опыт работы с режиссером был почти невыносим. При этом Кубрик оберегал самую молодую звезду фильма – шестилетнего Дэнни Ллойда, стараясь, чтобы Дэнни даже не знал, что он снимается в фильме ужасов. На самом деле Ллойд утверждал, что он даже не смотрел «Сияние», пока ему не исполнилось 16 лет. Снявшись еще в одной небольшой роли два года спустя, Ллойд ушел из киноиндустрии. Кошмар на улице Вязов Фредди Крюгер из «Кошмара на улице Вязов» является одним из самых страшных злодеев из фильмов ужасов. В отличие от еще плетущихся зомби или манника с бензопилой, от него невозможно убежать, потому что он скрывается в снах людей. Писатель и режиссер Уэйс Крейвен назвал Фредди по имени хулигана, которого он знал в детстве. Но на самом деле вдохновение для истории было гораздо более страшным. Читая LA Times, Крейвен наткнулся на ряд статей, в котором была описана необъяснимая болезнь под названием «Синдром внезапной ночной смерти», которая убивала юношей. Согласно официальным заключениям профессора-кардиологи Матео Вата, смерти происходили во время сна, поскольку сердце замедляется, усугубляются врожденные заболевания. К сожалению, об этом состоянии известно очень мало, и провести тесты сейчас почти невозможно. «Изгоняющий дьявола» Фильм, который связан с оккультизмом, как правило, обретает свои собственные темные мифы. Возможно, самым страшным из подобных фильмов был «Омен», которому приписывают столько смертей и трагических случаев, что простое совпадение невозможно. «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина также имеет страшное закадровое наследие. Актриса Мерседес Маккембридж, которая озвучила демона по Зузу, вселившаяся в девочку через десять лет после выхода из «Гонящего дьявола», столкнулась с настоящим ужасом. 16 ноября 1987 года ее сын Джон Маркл надел холлоюнскую маску морщинистого старика и застрелил свою супругу и двух дочерей в их доме в Литл Рок, после чего покончил собой. После смерти Джона Маркла также обнаружилось, что он использовал имя своей матери в махинациях на фондовом рынке. Полтергейст Очередным проклятым фильмом, который было связано множество происшествий, стал Полтергейст. В последующие несколько лет после выпуска фильма смерть буквально преследовала съемочную группу. Некоторые наставят на том, что создатель фильма использовал настоящие скелеты в одном из сцен, чем вызвал гнев духов. 30 октября 1982 года Доминик Дан, который играл старшую дочь семьи, поссорилась со своим экс-бойфрендом Джоном Суини, который задушил ее. Следующей жертвой проклятия стала сама героиня Кезере Орур, которая сильно заболела 31 января 1988 года. Орур умерла от септического шока на операционном столе в возрасте всего 12 лет. Также с фильмом связаны смерти 60-летнего Джулиана Бека и 53-летнего Уилла Сэмпсона. Кладбище домашних животных. Очередной гениальной работой Стивена Кинга стала Кладбище домашних животных, по которому сняли фильм в 1989 году. Жуткие сцены из этого фильма пугали не одно поколение. Любопытно то, что под отелем Стэнли, где Кингу пришла в голову идея сияния, и которого он описывал и Кладбище домашних животных. На самом деле находилось реально жуткое кладбище домашних питомцев. Его недавно раскопали и перенесли на другое место. А на этом у меня все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok